Всем привет! Сегодня поделюсь с вами опытом настройки, регулировки тросов на ручнике, также порядки их замены. Смотрите, в машине всего три троса. Один центральный и два на каждое заднее колесо из них. Здесь есть крепление специально, чтобы высунуть трос скоба. Скоба поставляется вместе с этим тросом и также можно регулировать натяжение троса этой скобой. Сам трос крепится и заходит вот в эту вот деталь натяжения. С другой стороны аналогичная конструкция также вот выглядит. Здесь идет трос. Итак, давайте посмотрим два троса. Вот они под кузовом идут. И вот здесь вот в районе подвесного подшипника. Смотрите, дальше тросов нету, здесь шланги идут. Вот заходят они в салон. Очень плохо видно. Здесь вот за креплением вот этим вот тоже мешает все показать. Вот тросы. Вот один зашел, вот видно в салон, и там второй. Итак, давайте посмотрим со стороны салона. Вот сами два троса вышли, то есть с днища кузова. Вот они два. здесь вот уравнивающие крепления натяжения. Смотрите, у меня стоит как бы ровно. Если будет такой вариант, что будет перекос, значит какой-то из тросов растянулся. То есть необходимо заменить. Или вот здесь вот отсоединить эту деталь и скобу натяжения переместить. То есть надо максимально возвратить вот это вот крепление уравнивающее, чтобы было посередине. Итак, вот здесь эти два троса заканчиваются. Крепятся они вот этим вот уравнивающим креплением. Переходят это все в один трос. Вот этот механизм сам. И идет он вдоль вот здесь вот кузова. То есть понимаете, что необходимо будет снять ковролины, в том числе и переднее сиденье. Идет то есть и заходит он вот сюда. То есть все вот это, что здесь, 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 вот эта вот отделка, это все снимать, сиденье. Вот это, чтобы заменить вот этот вот трос. Вот этот трос, он тоже идет в сборе. То есть получается здесь вот этот рычажок, то есть натяжение педалька. Соответственно, вот смотрите, сейчас трос здесь натянутый, то есть механизм отошел. Еще раз покажу. Так, со стороны колеса вот так вот это выглядит. То есть сейчас трос расслабленный. Вот на эти вот места, смотрите, вот. Вот я взвел, то есть здесь уже появился зазор. Вот это вот по задним тормозным колодкам и работе троса. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!